С победой вернулись ноябрьские спортсмены, тяжелоатлеты с чемпионата Евразии по пауэрлифтингу. В турнире принимали участие около пяти сотен спортсменов из разных уголков страны, от Санкт-Петербурга до Владивостока. Соревнования достаточно крупные, было очень много выступавших спортсменов. Спортсмены приехали даже с Владивостока, с Благовещенска, конечно, большинство было с Юга России, с Московской области. Приятно было видеть, конечно. Коллег по цеху со многими подружились, познакомились, завязали какие-то знакомства. Впечатления прекрасные. Несмотря на хорошую спортивную подготовку, соревнования все-таки были тяжелыми, признаются спортсмены. Николай Дюков, к примеру, выступал в возрастной категории до 59 лет. Общий вес, который Николай поднял на соревнованиях – 477 килограммов. Этот результат гарантировал ему первое место, хотя и соперники далеко не ушли. Второе место занял спортсмен Благовещенска. Я от него ушел килограмм 7. Третий был, по-моему, в Воронеже. Но он остался килограмм на 10. В общем, соперники оказались более чем достойными. Многие давно заслужили звание мастеров спорта международного класса. Однако в соревнованиях почетные регалии – это дело, как говорится, десятое. Тут главное – стремление к победе. Как и обещали, ноябрьск наши спортсмены представили достойно. В этот раз у меня два первых места и одно второе место. Соревнования, конечно, тяжело, без труда не дается. Международные соревнования очень ответственные были. Ну и морально надо было себя победить, тем более физически. В итоге копилку наград ноябрьских пауэрлифтеров пополнили пять медалей. Теперь, когда соревнования уже позади, главное – не расслабляться. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Ведь впереди немало чемпионатов, на которых наши спортсмены планируют выступить не менее достойно. Ксения Епишева, Александр Иванов. Новости нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok